Искусство плетения красивых кос. Еще 10 лет назад со словом косы ассоциировался толстый жгут расплетенных волос или две косички. Сейчас разнообразие вариантов удивляет даже опытных парикмахеров. Если у вас длинные волосы, то вам понадобится немного свободного времени, расческа и резинки. Этих составляющих вполне достаточно, чтобы создать повседневную оригинальную прическу. Для профессионала понадобится средство для стайлинга – гель, мусс, воск, лак. Вариантов плетения косичек очень много, но самыми популярными являются такие виды плетения – рыбий хвост, французская коса. Пышная коса. Эти прически могут создаваться с использованием любого количества прядей. Все зависит от назначения и объема прически. Как подготовить волосы к плетению косы? Порядок подготовки шевелюры к плетению – вымойте локоны, сушите без применения фена, нанесите на волосы термальную воду. Заплетите косу, закрепите прическу средствами для стайлинга у детей, пенку и лак использовать не нужно. Дело в том, что это средство по уходу за шевелюрой делает ее мягкой и слегка скользкой. Из-за этого прическа быстро распадется. Какие косы плетут из четвертых прядей волос? Виды кос из четвертых прядей стоит отметить, что коса из четырех прядей не самая простая. Если вы только осваиваете технику плетения, немного потренируетесь в изготовлении причесок на основе трех или пяти прядей. Разновидности кос на четыре пряди – колосок французская коса. Эти прически отличаются тем, что колосок плетется исключительно на свободном крае волос. То есть, если условно разделить шевелюру на две части, то колосок будет находиться в нижней части, то есть начинаться в точке крайнего роста волос. В такой прическе количество волос в начале плетения и в его конце одинаковое. Французская коса может плестись в любой части головы с захватом дополнительных прядей. Коса-колосок из четвертых прядей. Особенности плетения такой косы. Этот вид плетения считается сложным. Вряд ли у вас с первого раза получится заплести такую косу. Необходимо потренироваться. Возьмите четыре ленты разного цвета и привяжите их к горизонтальной планке. У вас получится четыре ленты красного, один, синего, два, зеленого, три и желтого цветов, четыре. Можно использовать планку на стуле. Необходимо выучить порядок плетения и набить руку, чтобы делать прическу на автомате не высчитывая. Прядки изначально крайние ленты не трогайте. Положите синюю ленту на зеленую, а потом заведите ее за красную. Синюю положите сверху на желтую, накиньте желтую прядь на красную. Необходимо, чтобы они оказались между зеленой и синией прядками. Синюю снова заведите за красную и накройте зеленой плетите. Пока не закончатся волосы в самом начале кажется, что это очень сложно, но на самом деле это не так. Используйте схему, и вы быстро набьете руку. Мастер-класс по плетению косы – колосок из четвертых прядей. Такой колосок можно плести из волос, или с применением ленты. В таком случае лента выступает вместо одной пряди. В плетении участвует только три пряди из волос. Оригинальная коса из четвертых прядей по диагонали. Техника плетения не отличается от колоска из четырех прядей. Просто прическа начинается не возле лба, а возле правого виска и постепенно смещается к левой части затылка. Проще говоря, у вас получится косая прическа. Лучше всего для создания такой прически использовать ленту. Она украсит шевелюру и сделает процедуру создания прически проще и быстрее. Но можно не использовать ленту, а создать прическу исключительно из волос. Роскошная коса-водопад. Как добиться идеальных локонов? Это классическая коса из четырех прядей. Только те волосы, что были свободными, просто перекручиваются между прядями и снова становятся свободными. Таким образом, получается своеобразный витиеватый узор в центре головы. Прическу дополняют красивые локоны. Лучше всего завивать шевелюру после плетения косы, так волосы будут меньше запутываться. Но если времени у вас очень мало, то можете просто скрутить волосы в жгут и по всей его длине пройтись плоским утюжком. Конечно, такие локоны будут некрупными, но в целом прическа получится очень романтичной. Мастер-класс по плетению из четвертых прядей косы-водопад. Расчешите шевелюру, сделайте боковой пробор и по линии пробора возьмите 4 пряди, третью положите на четвертую, а вторую заведите. Под четвертую первую уложите на четвертую, а третью сверху на нее вторую прядь заведите под низ. Добавьте к ней немного свободных волос из пробора. Первую прядь заведите горизонтально и уложите сверху всех прядей те волосы, которые вы будете подхватывать. Снова должны быть свободными необычная коса-рыбий хвост из четвертых прядей. Такая прическа создается в нижней части головы, то есть по линии роста волос. Можно также завязать конский хвост. Соответственно, на самой макушке никакого плетения не будет. Это отличный вариант для повседневной прически или для начинающего парикмахера. Техника плетения выполняется по схеме. Мастер-класс по плетению косы рыбий хвост из четвертых прядей. Расчешите шевелюру и завяжите конский хвост, разделите его на четыре части равного диаметра, положите два на три, заведите один под три. А четыре положите сверху три, заведите под четыре. А два под один продолжайте до конца. Изысканная французская коса из четвертых прядей. Принцип плетения такой, как и при создании диагональной косы. Эта прическа плетется по центру, то есть по вертикальному пробору без смещения. Принцип плетения заключается в том, что слева все волосы уходят под низ, а справа кладутся сверху. Мастер-класс по плетению французской косы из четвертых прядей. Начинайте плести косу в той части головы, где вам удобно по линии роста волос и луба. Разделите шевелюр на четыре части и вторую часть. Положите на третью первую, положите на третью, а четвертую заведите под вторую и третью. Первая прядь должна оказать справа. Заведите первую прядь под третью, плетите с подхватами, слева все уходят под низ, а справа все волосы кладутся сверху. Плетите до тех пор, пока не сплетете все локоны. В рыбий хвост можете немного распушить прическу, вытягивая пряди чем можно. Украсить косу из четвертых прядей. Вариантов украшения очень много. На основе такой косы создаются вечерние свадебные прически. Когда вы освоите основные принципы плетения, то сможете без особого труда создать прическу для праздника. Для этого можно использовать украшения. Часто для создания вечерней прически используем половинное плетение. То есть коса плетется только в верхней части головы, в области макушки. Далее, волосы не спадают. Их можно завить при помощи плойки или термобигуди. Часто парикмахеры для декора используют накладные пряди. Они добавляют объем и делают прическу пышной. Среди оригинальных способов украшения кос можно выделить мулини и шарф. Коса из четвертых прядей с шелковой лентой. Как плести. Видео. Это симпатичная прическа, которая подойдет как для похода в офис, так и для вечеринки. Вместо одной из прядей используют при плетении шелковую или атласную ленту. Она должна выделяться на волосах. Выбирайте контрастные цвета. Цветы из волос как украшение для косы из четвертых прядей. Для плетения цветка следуйте инструкции. В месте, где вы хотите расположить цветок, отделите три пряди, заплетите обычную косичку. Из трех прядок с левой стороны вытащите витки, скрутите получившийся фигурный жгут как змейку необходимо, чтобы вытянутые. Витки располагались снаружи змейки закрепите кончик шпилькой и в центре цветка прикрепите шпильку с камешками ромашки. Из волос кому идет коса из четвертых прядей. Это универсальная прическа, которая подходит под любой тип внешности. Такую прическу могут делать бизнес-леди и студентки. Это простой способ замаскировать отросшие корни волос. За такой косой можно скрыть не совсем чистые голливудские локоны, которые вы крутили перед вчерашней вечеринкой. Если вы маскируете грязные волосы, старайтесь делать пышный рыбий хвост, вытягивая боковые витки. Для гладкой косы необходимо вымыть волосы благодаря универсальности. Эта прическа подходит под любую одежду и тип внешности. Девушкам с пышными формами лучше делать объемные прически и перед плетением косы делать начес возле лба и на макушке женщинам. С вытянутым лицом подойдет коса-водопад с голливудскими локонами. Самые красивые косы из четвертых прядей. Фото. Разнообразие причесок на основе косы из четвертых прядей удивляет. Самые простые используют для создания повседневных причесок. Упросив косу цветами или бантами из волос, а также шпирками, можно получить вечернюю прическу. Как сплести косу из четвертых прядей себе? Сплести себе косу из четвертых прядей совсем непросто. Изначально стоит потренироваться на лентах или на шиньоне. Необходимо, чтобы руки запомнили порядок плетения и освоили технику. Поначалу нужно сесть возле большого зеркала, а за спиной поставить еще одно. Так, вы сможете контролировать каждый свой шаг и не ошибетесь. Будьте готовы к тому, что вы ошибетесь и коса получится не с первого раза. Проще всего плести рыбий хвост из четвертых прядей. Если у вас длинные волосы, то вы сможете положить волосы на плечи и наблюдать за своими движениями. Плетение эффектной косы из четвертых прядей. Советы и отзывы. Советы. Потренируйтесь на шиньоне или на подружке перед тем, как сделать прическу. Вымойте волосы. Проще всего заплести чистые и сухие волосы. Держите перед глазами схему перед плетением. Несколько раз посмотрите видео с мастер-классом, когда освоите технику плетения. Можете приступать к созданию более сложных причесок на основе косы из четвертых прядей. Отзывы подтверждают, что плести такую косу сложно только в начале. Необходимо время, чтобы немного перестроиться. Ведь в обычной косе пряди всегда выкладываются наверх друг друга. При создании косы из четырех прядей правая часть косы выкладывается сверху, а левые пряди всегда уходят под низ. Как видите, немного попрактиковавшись, вы сможете создавать шедевры. Для начала попробуйте сплести косу с лентой. Такая прическа станет вашей любимой.